Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового. И сегодня вы себе просто не представляете, что у меня сейчас тут вы увидите. Все еще не сильно представляете, да? А если так? Да, это целая коробка с косметикой от BTS. Мы с вами откроем эту коробочку. Потом я протестирую эту косметику, и мы вместе с вами посмотрим и решим, насколько эта косметика будет хороша или плоха. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, тык, включай себя в давление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И давайте уже приступим, потому что у меня просто нет силы ждать, я уже хочу открыть эту коробку, я уже хочу все посмотреть. Я уже хочу вместе с вами просто начать наслаждаться этим, потому что я точно знаю, что это будет офигенно. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Перед началом этого видео, единственное, что я хочу сказать, я хочу сказать, что это уже второе по счету видео, где я делала обзор на косметику BTS. А если быть точнее, то косметику BT21. Как и для моего канала, для косметики BT21 это уже второй выпуск с новыми средствами. Как они сами говорят, второй сезон. Эта коллекция косметики сделана в стиле поп-арт. Упаковки выглядят как комиксы, и это очень здорово. И на мой взгляд стильно. По ходу тестирования косметики я буду рассказывать вам истории и показывать варианты тех или иных средств. А также рассказывать некоторые отличия от косметики, которая была в первом сезоне. Смотрите, что я купила из коллекции поп-арт. Тут у меня тон в стике, кремовые тени, тени обыкновенные, пудра, контурирующий стик, помада и карандаш. Также у меня тут есть средства из первого сезона, но я их покажу вам уже при нанесении макияжа. Также, что меня просто поразило, в этой коробочке был подарок, причем достаточно интересный, потому что это зеркало. Да, они положили мне зеркало, да не простое, а с подсветкой. И также к этому набору мне прислали вот такие вот офигительные патчи. Мне безумно они нравятся, и я считаю, что это очень здорово, что мне прислали так много подарков, учитывая, что мой заказ был не настолько уж и большой, ну согласитесь. У меня еще была вот такая вот открыточка с 3D эффектом, как видите, персонажей нет, персонажи появляются. Также в этой коробке были вот такие вот вещи. Да, это открытки, ну как вы понимаете, с автографами, ребят. Как вы уже заметили, каждое косметическое средство представляет какой-то мультяшный персонаж. Персонажи остались те же самые, и я хочу вкратце вам их напомнить, или наоборот познакомить, чтобы дальше нам было проще. Персонажей всего семь по количеству участников группы, А также существует восьмой дополнительный персонаж в лице робота, которого зовут Ван, который олицетворяет любовь BTS к своим фанатам армии. Чимин придумал песика Чими, Арен нарисовал панду Коя, Техин на его фантазии в виде пришельца Тата, Чонгук Заяц Качок по имени Куки, Шуга это печенька Шуки, Джейхо Пони Ман и Джин Альпака Эрджей. Начинать макияж я хочу вот с такой вот цветной базы. Если вы смотрели первую часть моего видео с обзором косметики BTS, то там в качестве базы у меня было вот такое вот средство. Это была база под макияж с отбеливающим эффектом. Сейчас я демонстрировать ее уже не буду, потому что она уже была, потому что зачем? Что это такое? Это средство, которое ты наносишь на зоны, которые у тебя краснеют, и по идее они у тебя перестают быть красными. Здесь средства невероятно большое количество. Если честно, мне кажется, мне этого хватит на всю мою оставшуюся жизнь, потому что его здесь действительно очень-очень много. Запаха он практически не имеет. Тут есть совершенно легкая парфюмерная душка, но он никак не смущает. Я наношу зеленый корректор под брови. Потом у меня на носу здесь появилась царапина. Собственно, я зеленым корректором сейчас буду пытаться ее закрасить. Можно добавить еще на крылья носа немного зеленого корректора, чтобы сгладить цвет. Ну и, наверное, самую каплю под глаза тоже добавлю. Прям вот совсем-совсем. Вот такую вот маленькую капельку, чтобы посмотреть. Что ж, вот этот вот зеленый корректор, который представляет милашка Чимми, был из первого выпуска коллекции VTX BT21. Мне он очень понравился, но, в принципе, вся та косметика, которая была в первой линии, я ее уже тестировала, она мне реально зашла. Поэтому сейчас мне, конечно, наиболее интересно будет посмотреть, что же нам подготовила вторая линия. И следующее средство как раз из второго запуска, из второго сезона. Это вот такой вот стик. Стик тонального крема. Изначально этот стик предлагают нам использовать именно как тональник, то есть на все лицо. Но этот стик по своей текстуре достаточно плотный. И я думаю, если нанести его на все лицо, будет немножко странно. Однако, я не знаю, как это делать правильно. И на сайте тоже нет какой-то конкретной информации об этом. Предлагаю на одну сторону лица нанести его прям целиком и полностью. То есть, как действительно тональный в стике. А на другой просто замаскивать какие-то локальные недостатки. Например, тоже вот под глазами добавить его, на нос добавить. И, возможно, вот сюда вот немножечко. И посмотреть, как же он работает. Проверять я буду вот этой вот кисточкой, которая была в комплекте. Сразу скажу, я не очень люблю такой формат кистей. Но, возможно, эта кисть мне понравится. И просто до этого у меня попадались какие-то неудачные. Проверяем. Сейчас попробую сделать полную растушевку на всю эту сторону лица. И посмотреть, подходит ли этот стик, как тональный крем, на все собственное лицо. Если он подходит, то вторую сторону я тоже переделываю и полностью покрою ее этим тоном. Знаете, что для меня самое странное вот в этом вот стике с Куки? Для меня самое странное то, что стик выглядит достаточно светлым. Но сильно светлее, чем мой тон кожи. Видимо, в этом выпуске они решили как-то эту проблему, даже не то, чтобы решить, но как-то обратить на нее внимание, что европейцы тоже хотят пользоваться этой косметикой. Поэтому подобрали такой стик, который действительно подстраивается под тон кожи. Я считаю, что это здорово. И я просто безумно рада, потому что я реально могу спокойно пользоваться этим стиком и не париться. К слову говоря, несмотря на то, что он супер плотный, он очень как-то нежно лег. То есть я вот сейчас на себя смотрю, и я не вижу маски. Вот вообще не вижу маски. Это просто какая-то магия, какие-то чудеса. Следующий момент это контуринг. Во втором сезоне косметики BTS появилось несколько также стиков такого формата. Как вы видите, все эти стики обладают разными свойствами. И я решила остановиться именно на контурирующем, маленьком вот таком вот стике. Потому что он мне показался очень интересный. Посмотрите, какой он маленький, тоненький. Кстати, в прошлом сезоне тоже был контурирующий стик, но он выглядел вот таким вот образом. Но этот используется для того, чтобы делать контуринг всего лица, а этот для более локальных зон, в частности для носа. Теперь буду пробовать вот такой вот маленький контур. По идее, это должна прямо очень-очень-очень легко растушевываться. И результат должен быть, по идее, да, очень хороший. Крылья чуть-чуть поровнее сделаем. И даже вот сюда вот складку верхнего века я добавлю, чтобы ее тоже скульптурировать. Сейчас я буду это растушевывать. Пока, правда, не понимаю, чем растушевывать, но попробую для начала пальцами. Вот так вот получается результат с контурингом. Хочу отметить, что контуринг супер-естественно выглядит, то есть он максимально натуральный, что для повседневной жизни однозначно просто супер-плюс. Кстати, какой дизайн упаковки вам нравится больше? Контурирующий стик из первого сезона или контурирующий стик из второго сезона? Дальше, возвращаясь к стикам, у меня также появился новый хайлайтер, такая сияшечка. Сейчас я хочу попробовать еще этот хайлайтер, потому что в первой части у меня его не было, сейчас он у меня появился, и меня это однозначно очень сильно радует, потому что я прям хочу посмотреть, как будет смотреться хайлайтер. Я в шоке. Объясню. Обычно, когда ты используешь хайлайтер, он дает тебе такое вот, ну, активное достаточно сияние, то есть ты прям видишь, что у тебя какие-то прям вот именно блеск на лице. Этот хайлайтер работает совершенно по другому принципу, он не дает никакого блеска на лице, поэтому если твоя цель была, чтобы у тебя прямо здесь такие глитерочки были рассыпанные, то нет, он, конечно, тебе совсем не понравится, и ты его просто... Но, если ты хочешь получить эффект такого прям сияющего, свежего, отдохнувшего лица, я даже не знаю, что может быть лучше. Следующее, то, что я просто невероятно жду, это пудра. В первом сезоне косметики BT21 пудры не было, здесь она появилась, и я этому безумно счастлива, потому что в первом сезоне для меня действительно основная претензия была к этой косметике, это то, что где, блин, пудра? Мне очень не хватало пудры, но здесь она появилась. Она пахнет лесными ягодами. Это средство, так называемый тональный блур. Оно создано для того, чтобы придавать лицу эффект фотошопа. Как видите, оно прозрачное, когда ты его наносишь, оно кажется немного белесым, но оно само по себе работает так, чтобы у вас на коже был эффект фотошопа. Дальше я хочу использовать вот такие вот кремовые тени. Так, кстати, в этом сезоне появились кремовые тени, в первом сезоне их не было, и они, мне кажется, должны быть очень классными. Блин, они пахнут офигенно. Я не понимаю, что это за запах, но он пахнет просто божественным. Попробую сейчас нанести эти кремовые тени. Кстати, кремовые тени очень удобно наносить, и они очень-очень быстрое такое средство. То есть, если вы куда-то спешите, нанесите просто кремовые тени, пальцем растушите за одну секунду, и вуаля, у вас будет готовый макияж. Я выбрала вот такой вот нейтральный нюдовый оттенок, который чуть-чуть темнее, чем моя кожа век, потому что я очень люблю такой эффект. Вот получается, знаете, а-ля, я даже не знаю, немножко воспаленные глаза, но мне такой стиль очень нравится, и поэтому я выбрала именно такой оттенок. Хотя по факту их было огромное количество, но мне это показалось самым странным и самым одновременно интересным. Но на этом я с тенями не ограничиваюсь. Дело в том, что помимо кремовых теней еще были вот такие вот тени. Это сухие уже тени. И здесь, как вы можете обратить внимание, есть такие достаточно очень нюдовые полупрозрачные тени, есть более темные розовые тени с шиммером и коричневые тени. Так как во втором сезоне не было представлено средств для бровей, я хочу использовать вот эти вот тени в качестве теней для бровей. Мне кажется, по цвету он, в принципе, несмотря на то, что выглядит достаточно темным, должен подойти под мои брови. И сейчас мы об этом и убедимся, или наоборот, разбедимся. Вот так вот выглядит разница. Эта бровь накрашена, эта бровь пока еще не накрашена. В принципе, тени можно спокойно совершенно использовать как средство для бровей. Я не вижу никаких с этим проблем. Что ж, теперь я хочу использовать эти тени как тени. Для начала я возьму вот этот вот цвет с сияшечкой и нанесу его вот сюда, вот в складку верхнего века. Сделаю растушевку немного вниз. Теперь я возьму вот эти вот тени нейтрального оттенка и нанесу их на нижнее веко. И теперь темными тенями нарисую мешочек. Теперь я хочу чуть-чуть, затем есть уголок глаза, вот здесь вот, и потом нарисовать стрелочку, тоже этими же тенями. Это очень модная техника в корейском макияже рисовать стрелку, которая чуть-чуть смотрит вниз для создания так называемых папе айс, то есть глаза щеночка. Да, кстати, ребят, армии которые, я бы очень хотела, чтобы вы помогли в распространении этого видео. Прям очень вас попрошу кидать это видео своим знакомым, которые тоже любят BTS. Кидайте это по разным всяким пабликам, которые про BTS. Потому что косметика, реально вот на данный момент я все крашу, крашу, крашу. Она безумно крутая. И я бы безумно сильно хотела, чтобы ее привезли в Россию, чтобы не нужно было так сильно запариваться, заказывать через каких-то посредников, через какие-то сайты, долго-долго ждать. Я бы очень хотела, чтобы какие-то корпорации обратили внимание на все это и привезли эту косметику в Россию. Я реально об этом мечтаю, поэтому помогите просто распространением этого видео. Может быть, кто-нибудь где-нибудь заметит, что на это есть спрос и привезет ее в Россию. Потому что, ну, реально единственный недостаток сейчас, это то, что это в России вообще никак не купишь. А я хочу, блин, прийти в магазин, постоять такая у стеллажей, попускать слюни и купить что-нибудь. Может быть, люди увидят, как сильно мы хотим эту косметику у нас и привезут ее нам. Макияж глаз таков. Но, к сожалению, здесь не хватает туши. И придется опять использовать какую-то ноу-нейме тушь для того, чтобы ресницы стали вот такими. Я требую, чтобы появилась самая лучшая в мире тушь от BT21. Теперь из интересного. Что у меня здесь есть? У меня есть помада и у меня есть карандаш для губ. Я хочу попробовать, само собой, начать с карандаша для губ. Это красный карандаш для губ. Я уже сто лет не использовала красную помаду, поэтому, когда я видела, что он у них есть, я прям захотела почему-то именно красную. Ой-ой-ой, он очень пигментированный. Прям вот очень-очень. А если попробовать его вот так подрастереть, чтобы он был не настолько красный, а только тон давал. Посмотрите, как классный оттенок получается. Просто посмотрите, насколько нежная получилась растушевка этого карандаша. Он сам по себе, как контур, очень крутая самостоятельная единица, потому что вы сами видели, какой контур получается. Но если его растушевать, получается какой-то просто невероятно крутой нюд. Губы выглядят максимально естественно, но при этом... Я даже не знаю, как это описать. Вы просто видите это, вот вы видите это, и я думаю, вы понимаете мою реакцию. Обалдеть! Как хорошо, когда все так хорошо. Аж бесит. Если честно, то мне теперь даже жалко. На этот божественный карандаш наносить помаду, потому что я боюсь, что он сейчас немножко все испортит. Но надо ее тоже протестировать. Наносим. Ах, вы себе просто не представляете, насколько сильно я люблю виноградный запах. Именно вот этот вот азиатский виноград, такой химозный, желейный. И тут такое чувство, что мне вылили желе, в хорошем смысле этого слова, на губы. Вы себе просто не представляете, как сильно я жду моего полета в Корею. Я просто, я уже не могу, я уже не могу жить, я уже хочу поехать туда. И я очень боюсь, что как бы я не захотела там остаться, хотя все те, кто у меня уже знакомых были в Корее, говорят, что мне очень захочется там остаться. Учитывая, насколько сильно тебе вкатила Япония, ну, в смысле мне. Вот. Мне говорят, что Корея, я прям вообще от нее дико-дико-дико проникнусь, поэтому я прям жду не могу. И мне очень хочется делиться с вами тоже всеми моими наблюдениями в Корее, поэтому я буду очень сильно вас ждать на моем инстаграме. И, конечно же, напишите, что бы вы хотели, что бы я сняла в Корее, сделала в Корее. Просто я очень жду ваше впечатление. Я даже случайно плюнула в зеркало. Вот так вот я жду. Слушайте, ну, я хочу сказать, что внезапно помада мне тоже нравится. И цвет такой получился ненавязчивый при ее растушевке. Прям очень классно. В качестве вот такого вот легкого тинта, хотя он совсем, конечно, совершенно нелегкий, мне прям нравится. Боже, почему мне не может ничего мне не понравиться? Вот просто, что мне не нравится? Рандомную вещь надо взять. Все, вот ты мне не нравишься, ты мне не нравишься. Понял? Ты мне не нравишься. Ну, ты мне нравишься. Бесит. Бесит, что все так хорошо. Бесит, что все так идеально. Бесит, что косметика VTXD21 настолько сильно запаривается о своих покупателях, что они не могут даже сделать плохую вещь. Бесит, что это так дорого. Но, честно говоря, стоит каждый свои копейки. Я не могу, мне так нравится этот макияж. Честно скажу, признаюсь, когда я снимала второй выпуск, у меня был в голове, естественно, образ моего первого выпуска этой серии косметики с их первой линией, то есть вот со всеми вот этими вот вещами. И тот макияж, как мне кажется, был один из самых красивых макияжей, которые я когда-либо делала. И когда я садилась снимать, собственно, второй выпуск, я реально была уверена, что сейчас будет как-то не так, что будет уже, ну, не то, потому что, ну, просто не можешь прыгнуть выше. Но нет, они смогли. Они смогли прыгнуть выше. Они сделали очень крутые вещи, просто обалдительные. Я не знаю, что вам еще сказать. Просто делайте выводы сами, как вам нравится, не нравится. И какую косметику вы бы хотели себе из этого купить. Ну, кроме того, что вы бы хотели купить себе просто все. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык, я вас очень сильно жду в моем инстаграме, потому что там вас ждет тоже очень много всего самого классного, самого интересного. Кстати, если вы смотрите это видео до того, как началась новая эра в творчестве группы BTS, напишите, как сильно вы просто ждете уже их камбэк. Ну, а если вы смотрите это уже после того, как камбэк свершился, то напишите ваше мнение, как вам новая эра, нравится вам или не нравится. Ну, и, конечно же, самый классический, самый наш любимый вопрос. Пишите, кто ваш бес. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Кто это? Что это? А это что? В общем, это заяц с телом качка и мордой няшки. Да. В общем, Чонгук постарался. А вот и пошла косметика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok